Женгаз установи, чтобы он тебе не мешал. Сотрудник водоканала совсем недолго виднеется в люке, как Омский Степаныч и тут же исчезает в колодце. Бригада приехала на 11-ю чередовую отключать канализацию. Мера крайняя, но долг жильцов составляет 28 тысяч рублей. Накопить такой можно только за несколько лет. Платеж заводу – один из самых низких квитанций. По этому адресу он до недавнего времени составлял 500, а сейчас 700 рублей в месяц. И то потому, что прописано 8 человек и нет счетчиков. Были уведомления, люди не отреагировали. Бригада приехала, поставила заглушку, для того, чтобы люди уже не пользовались канализацией. Мы устанавливаем эту пробку, снять практически невозможно на второй день. Она встает колом, если люди не платят. То есть даже приходится трубу новую делать. Поэтому для того, чтобы возобновить работу канализации, людям придется заплатить за выезд рабочих, которым сегодня пришлось делать не самую приятную работу. Сегодня акция «Долг» проходит в частном секторе. Здесь, в отличие от многоэтажной застройки, неплательщиков могут отключить не только от канализации, но и от подачи воды. Так как в жилмассиве есть колонки. Но этому дому по улице Лагоды повезло. Колодец водопровода находится не на основной линии. Поэтому перекрыть водоснабжение не было технической возможности. Но владельцы узнают об этой новости по факту. Они тоже не открыли дверь. Начисление в частном секторе гораздо меньше, нежели в многоквартирном жилье. Потому что степень благоустройства частных жилых домов, она все же больше, менее благоустроенные жилые дома, нежели многоквартирные. После того, как будет оплачен основной долг, а также произведена оплата за работы по отключению и подключению, на сегодняшний день это составляет 22 тысячи рублей, эти работы, стоимость этих работ. Тогда мы сразу подключим услугу водоотведения в этом доме. Общий долг сейчас составляет 637 миллионов рублей. Как показывает практика, с деньгами неплательщики расстаются только после принятия таких мер, как сегодня. Идут и оплачивают суммы в течение одного-двух дней. Для тех, у кого средств нет, существует рассрочка. И она не увеличивает сумму, а только растягивает оплату долга. Поэтому в водоканале настоятельно советуют не тянуть, а обратиться в подразделение. Иначе его сотрудники придут к вам.